После Аврала в начале ноября, когда подрядчики не справлялись со снегопадом, ситуация более-менее стабилизировалась. Хотя жалобы на некачественную уборку от жителей по-прежнему есть. Причем в основном они касаются внутриквартальных проездов. У подрядчиков свои претензии к автовладельцам. Из-за небрежно припаркованной машины некоторые участки не могут почистить неделями. Почему-то обсуждаете только дорожную сеть. У нас внутриквартальные проезды же тоже это проезды. Они сами себя говорят, что для проезда, не для парковки, это не автостоянка для припарковки автомобилей. Вот он пошел домой, бросил, ему все равно. Поедет следом скорая помощь. Сколько раз у нас таких случаев было, чтобы проедет спецтехника. Мы вот в этом плане чистить, не чистить, все равно жители города должны понимать, что припаркованный автомобиль ненадлежащим образом мешает хозяйственной деятельности города. Договорились, что проведут акцию с участием подрядчиков, автоинспекторов и эвакуаторов. Машины, мешающие проезду спецтранспорта, увезут на штрафстоянку. Еще одна проблемная зона – не видно разметку на дорогах, а это влияет на безопасность. Чистить на них проезжую часть, но не забывать про разметку. При разговоре с мастером, почему они про нее забывают, мастер говорит, что они боятся встречных потоков, так как можно сочетать, но как-то другие города же решают этот вопрос, правильно? Чистим разметку. Инспектор напомнил, что снежные кучи можно размещать на расстоянии не ближе 10 метров от пешеходного перехода. Перед остановкой эта цифра должна быть увеличена вдвое. В противном случае водители могут не увидеть пешеходов, но у нас эти госты нередко нарушаются. В гости сказано, что снежный вал у нас не допускается на расстоянии 10 метров под пешеходным переходом, 20 метров от остановочного комплекса. Но вроде они убирают, эти снежные валы, как бы убирают. При замере расстояния сегодня также выезжали, замеряли пешеходный переход, 6 метров максимум не убирают. После Нового года подрядчиков станет больше, то есть нагрузка уменьшится, а ответственность возрастет. Инна Новикова, Анастасия Санникова, Денис Ефремов, телерадиокомпания «Юганск». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова